Жорик, просыпайся. Жорик, просыпайся. Спит, наверное? Кто маму обманывает? Не холодно! Сейчас будет жарко. Как мы греемся, как мы греемся, как мы греемся! И мы с тобой идем на моем большом своете! Высоко-высоко! Потом бах! И я уже на другой планете, а ты была на другой стороне! Я кричала, мам, прыгай ко мне, прыгай! Я прыгну. Я уже проснулась. Давай по-моему. Доброе утро! Вы опять первая? Доброе. Да. Шурик. Матероки перед едой и не бегать, когда тихий час. Умничка! С вас 155. Не понял. У вас что, сцены выросли? Нет, не выросли. У меня получается 145. Извините, давайте я пересчитаю. Я три раза пересчитал. Не надо пытаться меня обмануть. Я могу и жалобы написать. Да-да-да, вы правы, 145. Я делаю предупреждение тебе, а не мальчику. Потому что ты должна с ним поговорить. В нашем садике. Не только в нашем, в любом садике. Нельзя драться. Твой Саша поставил сегодня Боре синяк. Да хорошо, я была рядом, сумела вот это вот все остановить. Я тебя прошу, найди время, поговори с сыном. Надь, ты меня слышишь? Да, я слышу. Устала просто. Я устала, Надь. Каждый день задерживаться на работе на полчаса дольше. Из-за тебя. Денег мне за это не платят. Зачем ты был ударом? Я ему сказал, что мы поедем путешествовать с тобой. А Барка сказал, что никуда бы не поедем. Потому что у меня бедная мама. Идем приседим. Ты правда так считаешь? Нет, я хотел ему доказать. Шурик, не надо никому ничего доказывать. Ты же знаешь, мы с тобой поедем в путешествие. Ты знаешь, что ты вырастишь и купишь себе самолет. И что у тебя на день рождения всегда будет самый вкусный торт. Знаешь? Знаю. И не надо никому ничего доказывать, хорошо? Ты на меня злишься? Нет. Мы с тобой поговорили. И теперь никто ни на кого не злится, правда? Правда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА День добрый. Саморезы 6 на 40 есть у вас с дюблей вместе? Штук 50. А то я тут переезд затеяла, гвозди и стенки не берут. Что нужно? Дюбеля 6 на 40 с саморезом. Комплект 50 штук. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Ну, девушка, 6 на 40 – это поменьше. Вот тело, посмотрите, видите? Какая-то большая. Я просила поменьше. Все хорошо? Нет. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Ты уже дома? Так рано? Да, я отменил это дурацкое интервью. Дурацких интервью не бывает. У меня для тебя подарок. Спасибо. Ну посмотри, я знаю, что ты догадался что-то. Он очень стильный, но очень не очень. И мне кажется, он тебе подойдет. Он так тебе идет. МОН ОЛИГАНН БОМАРИ ВОТОР СВИЛ ЭКСИТ Что у тебя за настроение? Артем. Все в порядке. Мои тараканы. Давай закажем поесть что-нибудь. Ну ладно. Я не могу поставить точный диагноз. У нас здесь не те условия. А кардиограмма у тебя уже интересная. С того, что я вижу, у меня возникает подозрение, что у тебя может быть очень серьезная проблема. Какая? Сердце ведет себя нехорошо. Давление прыгает и ритма нет. Это плохо. Все так серьезно? Надь, все что я сказал, меня как доктора уже пугает. Тебе надо ехать в столицу. На обследование. Какая столица? Куда я поеду? Где я на это деньги возьму? Обследование? Это же не бесплатно. Ну а соцслужба? Квартиру дали уже хорошо. У меня есть одна знакомая. Она работает в благотворительном фонде Добрые Руки. Они вроде бы занимаются такими случаями. Я попробую с ней связаться. Ты пока иди домой, отдохни. Да, Олег Степанович, мы посмотрим. Вы, главное, не забудьте пакет медицинских документов подготовить. И имя девочки напомните мне, пожалуйста. Надежда Филиппова, да? Да, все, хорошо. До свидания. Молодой человек, подходите, пожалуйста. Зуев Максим Викторович. Присаживайтесь. Почему хотите работать волонтером? Что-то вроде психотерапии. Помочь тем, кому еще хуже, чем мне. А вы больны? Да, у меня травма. Психологическая. Ладно. А давайте внесем вас в базу. Давайте. Начнете волонтерить. Вот вам браслетик. Станете одним из нас. Зелененький. Цвет жизни. Зелененький. То есть это не тараканы? Это развод, да? Да, это развод. Ну, представляю, как оживятся журналисты. Ничего, интервью ты любишь. То есть ты обвиняешь меня в том, что я люблю внимание, да? В этом проблема. Алена, я очень надеюсь, что ты понимаешь и знаешь, в чем наша проблема. Конечно. Конечно, я знаю, в чем проблема. Наша проблема в том, что у тебя другая баба. Другая баба. Может, у тебя просто кризис среднего возраста? Она беременна от меня. Вау! Давно? Восемь недель. Зашибись. Прости, не знал, как сказать. Лучше ничего не придумал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алена, нам сложнее. Артем, давай поковылим спокойно. Ну, это же 15 лет. Артем, ну что мне сделать? Ты уже все сделала. Помнишь, как мы мечтали о детской на втором этаже? С двухъярусными кроватями. С окнами в небо, чтобы дети могли наблюдать со звездами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты, кстати, к какому адвокату обратишься? К Кенпольскому? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не знаю, вероятно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я найду себе другого. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ? ТРЕВОЖНАЯ? А вы куда? В благотворительный фонд. А что это за коробки? Это лекарство для больницы. Людей будем лечить. Тебя как звать? Саня. Да ладно. У меня племянника тоже Саней звать. Ему восемь. А я Макс. Макс. Надя. Вы за помощью? Да. Почему вы выбрали именно этот фонд? Что-то о нем знаете? Нет, а что? Да так, ничего. Пока, Максим. Пока. Здравствуйте. Спасибо. Проходите. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Помощь. Жить. Помощь. Ты есть хочешь? Нет, нет, нет. Мы позавтракали в поезде. Ты не завтракала. Света! Ау! А принеси нам, пожалуйста, два йогурта из холодильника. Уже несу? Обязательно надо есть. Чуть-чуть. Даже если не хочется. Значит так. Мы с тобой собираемся, едем в больницу на обследование. Малыш остается здесь. Один? Нет, нет, конечно. Света, посиди, пожалуйста, с ребенком, ладно? Да, конечно. Тебя как зовут? Саня. А я Света. Сань, а пазлы любишь собирать? Я бью. Пойдем, у меня есть для тебя большой пазл. Это что, рекой здесь, тетя? Пойдем. Ну что, я в подсобке закончил. Может быть, еще что-то сделать? И можно использовать не только мои добрые руки. Я имею в виду, что я могу из бухгалтерии и с людьми пообщаться и вообще. Свет, реши вопрос, пожалуйста. Сань, ты собирай пазл, а я к тебе скоро подойду. А для вас сейчас что-то придумаем. Здравствуйте, Борис Олегович. Мы готовы ехать уже. Да. Да. Мандаринку хочешь? Нельзя брать у чужих. В течение часа, я думаю, все будет. Правильно. Я проверял просто. Ну ладно, если захочешь, скушайся. Хорошо, до свидания. Надь, ты не переживай. Тебя профессор Толокнов согласился осмотреть. Это большая удача. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а вы можете их нам завезти? Конечно. А то мы три одинокие девушки решили отдохнуть, а мужчин позвать. Забыли. Так... Так будете нашим мужчиной? Надо вы не переживайте. Мы девушки приличные. За все платим. Спасибо. До свидания. Можно? Конечно. Молодой человек, а как вас зовут? Мы сегодня еще будем много заказывать. Вот и этот сбежал. А это что такое? Ты видела? Давай, 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 снимай. Прощаемся. Так, Алена, давай снимай. Давай. Смелее, давай. Молодец. Молодец. Коньячок? Да. Пора. По-взрослому. Ну что, Надежда. Проблемы с сердцем серьезные. Нарушение ритма. Давление. Угу. Экстрасистолия. И что делать? Для начала надо тебя дообследовать, чтобы понять, что конкретно лечить. Насколько это может быть серьезно? Вот это я хочу понять. Наши действия, Борис Олегович. Так, наши действия. Она не ложится к нам в больницу. Угу. Я прописываю ей медикаментозный курс, ну, чтобы она себя чувствовала лучше. Параллельно мы дообследуем тебя и принимаем решение, что нам делать дальше. Угу. Сейчас я тебе найду свободную палату. Ты что, уже в больницу? А, Танечка, посмотри, пожалуйста, где у нас есть свободная палата? Угу. Уже в больницу? Жду. Какие проблемы, Надеж? Я сейчас позвоню, ребята вещи привезут. Ну, как какие проблемы? У меня ребенок. Я ему зоопарк обещала. И вообще, где он будет? Ну, вопрос с жильем мы решим. Зоопарк не обещаю. Зима на улице. Ну, что-нибудь придумаю. Что еще смущает? Какая, ты говоришь? Вторая? Да. Подходит. Зайди, пожалуйста, ко мне. Да. Жду. Я набираю Света. Попросит Саньку к телефону, поговори с сыном. А мы пока свои вопросы решим. Света, здравствуйте. Это Надя. Вы можете Сане трубку дать? Санечка, тебе мама звонит. Держи. Привет. Привет, Ширик. Как ты? Ты скоро уже будешь? Врач сказал, что мне нужно в больнице чуть-чуть полежать. Пока побудешь с тетей, которая мне помогает. Только ты слушайся ее, будь умницей. Ты на меня обижаешься? Тебе потом станет лучше. Ну, конечно, станет. Ну, хорошо, тогда оставайся в больнице. Сколько тут работы. А журналисты тебе еще насчет интервью не звонили? Итог нашего брака. Что это никому не интересно? Даже желтой прессе. Ладно, ладно, успокойся, подруга. Не пугай. Дом он тебе оставил. Машину он тебе оставил. Твой Вербинин красиво ушел. Не то, что мой. Даже пижамы забрал. А твой Вербинин газ такими захотел забрать? По почте завтра отправлю. Слушай, а давай сегодня? А давай сегодня? А мы кого-то ждем? Девчонки, это курьер вернулся. Это Оля приедет. Кто такая Оля? Это... Как ее? Забыла фамилию. Короче, из фонда. Стоп веселье называется. Слушай, слушай, Алене, конечно, не повезло, такого мужика потеряла. Дура, дура. Слушай, кошмар. Олечка, проходи к нашему столу. Здрасте. Я думала, у тебя проблема. От меня муж как бы ушел. Вербинин. И ушел к пузатой любовнице. А так, в принципе, проблем нет никаких вообще. Писала, что тебе плохо. О, а по-твоему, мне хорошо. Фонд, ко мне зайди, я тебе покажу, что такое плохо. Да, Свет. Свет, дождись меня, пожалуйста. Я через полчаса буду, мальчика заберу. В кости, Алену, я все же уеду. Если нужно, позвони мне завтра утром. Поговорим по-человечески. До свидания. Чао. Пока-пока. Пока. Моралистка. Ну, люблю таких. А я тут поняла, что мне не нравится, что это делает кто-то другой. Пардон. Так, это сюда. О, я пазлы очень люблю. Недавно племяннику купил, так ему не понравилось, представляешь? Пришлось самому собирать. Не нравится тебе здесь, да? По маме скучаю. Она тебе, кстати, привет передавала. Я вчера ей вещи завозил. Понимаешь, Саня, ей просто нужно больше времени, чтобы выздороветь. Как дела у вас, а? Шурик, ты как? Шурику только мамой называй. Извини, я не знала. Скучаю. Очень. Очень. Ну, я пойду. Да. Дела. Саня, мама говорила, вы в зоопарк собирались. У тебя как, есть еще такое желание? Без мамы. Ну, пока без мамы, малыш. Ну, что делать? Болеет мама, она должна в больнице быть. А ты ей потом все расскажешь. Хочешь так? Хочу потом все рассказать. Я поняла тебя. Давай. Алло. Разбудила? А у людей обед, между прочим, скоро. Давай без твоих ЦУ. Я и так все прекрасно понимаю. Ты как чувствуешь себя? Плохо. У меня предложение есть. Доброе дело сделаешь? Ты опять хочешь мне втянуть в свою благотворительность? Ну, Ален, я о тебе больше думаю, вообще-то. Ну, честно, посиделки с подружками, это не лучший способ решать проблему. Правда же? Ты переключись на что-нибудь. У меня вот в офисе ребенок сидит, например, скучает. Сын моей подопечной, она в больнице. Я тебе предлагаю съездить с ним в город. Ты развеешься. Голову переключишь на что-нибудь другое. А малыш скучать не будет. Помогая другим, помогаешь себе? Заходишь все-таки к нам на сайт, да? Активно слежу за твоими успехами. Ладно, дай мне пять минут. Сейчас я быстренько душ приму и приеду. Спасибо. О, уродчик. Мы на нем поедем? На нем, на нем. Ух ты, а можно я вперед, Саня? Ну, конечно, можно. Здрасте. Здрасте. Привет. Саня. Очень приятно. Да, знакомьтесь, это Алена, моя подруга. А это, да, как ты уже знаешь, Саня. Не ошурик. Хорошо. Ты с нами? Нет, я посмотреть, найдете вы общий язык или нет. Пристегнуться хочешь? Хочу. С Вербининым пробовала поговорить еще раз? Но он не хочет. Ладно. Сейчас, сейчас. Я обещала зоопарк. И к маме заедем? А, да я довезу, без проблем. Спасибо, я адрес сброшу. Хорошо. Ну что, Санька, пока. Пока. Значит, зоопарк, да? Ага. А ты есть не хочешь? Нет. А если честно? Я всегда честна, но скромна. Ох ты! А давай договоримся, что со мной ты скромность будешь отключать. Это как? А это я тебе по дороге отвечу. Угу, давай. Ты сейчас волнуешься? Нет. Все, опускай футболку. Ну что там? Давай дождемся результатов обследования. Хорошо? Пока. Отдыхай. Ну как, вкусно? Угу, очень вкусно. Бургеры это вообще пища богов. А теперь поедем в зоопарк? Обязательно. Мы же с тобой позавтракали? Угу. Позавтракали. Звери уже тоже в зоопарке проснулись. Я не буду таким голодными. А-а-а. Здравствуйте, можно? Мама, привет! Мы в зоопарке. Я видел белого медведя, тигра, зебру, много змей. Но они мне не понравились. Почему? Потому что они неприятные. Я Алена, подруга Ольги. Спасибо вам огромное, что Шурико время провели. У тебя новые вещи? Это Алена купила. А еще я выбрала тебе кофту. Смотри, она серого цвета. Шурик, нельзя брать так много вещей. Эти люди и так нам очень сильно помогают. Давай не переживайте. Я могу себе это позволить. Считайте подарок. Спасибо. Вот та же из фонда. Нет, меня Оля попросила развелечь Саньку. И, по-моему, у меня получилось. Да, Санек? Да. Мам, а можно я пойду к Айоне? Она обещала показать большой дом. А где наша скромность? Алена сказала, что с ней скромность выключать. Да, это правда, я так сказала. И я действительно ему обещала показать дом. Я не против. Он может остаться у меня на ночь. Ну, в офисе тети Оли скучно, правда? Ну, если вы не против, Шурик хочет. Шурик хочет! Давайте я вам оставлю номер телефона и адрес. Ну, чтобы вы не переживали. Хорошо. Посчитали? Посчитал. Двенадцать новых колес на шесть инвалидных колясок. Вот сюда, в графу цифру точную впишите, пожалуйста, сколько потратили. А что, у фонда нет денег на новые коляски? Ну, просто те совсем древние. Хотя и колеса поменял. У нас не так много денег, как вы, возможно, себе представили. Да и древним коляскам будут очень рады и в поликлинике, и в любой районной амбулатории. Понял. Будьте добры, положите, пожалуйста, в сейф. Мой ключик закройте. Да! Да, Ален. А это Наня тебя попросила? Ух ты! Давай, я завтра тебя жду пока. Там проблемы какие-то? Замок сломал. Извините, я починю. У меня дома точно такой же. Завтра. Да, хорошо, я подожду до завтра. Извините, я ключи пока оставлю. Спасибо. Заходи. Это мой дом. Такой большой дом. Мам, а у тебя есть дети? А-а-а, нет. А почему ты так быстро собираешь? Ну, немножко бардак. Мне здесь нравится. А, ты любишь сырники? Я пью. Отлично. Значит, будем жарить сырники. А у нас получатся вкусные сырники. Ну, я на это очень надеюсь. Мама их всегда поевает вареньем. Вареньем? У меня нет варенья. А какое ты любишь варенье? Яблочное. А мы пойдем на второй этаж? Ну, конечно, пойдем. Это ты рисовала? Да нет. Это моя мама. Она художник. Красиво? Красиво. А у нас в Макеевске другие дома. Конечно, другие. Это же Грузия. Знаешь такую страну Грузия? Нет. А здесь что? А там комната. Хочешь посмотреть? Да. У тебя большой такой дом. Такая большая кровать. В этом доме все большое. Ага. Да. Здесь у нас, у меня, должна была быть детская с панорамными окнами. Вот там. И можно было бы смотреть на небо и на звезды. Сыпник, Игоря! Черт. Привет. Привет. Хорошо, что не ушла. Вот ключи. Спасибо. Пока. Пока. Замки. Ну, это даже лучше. Привет. Привет. Здрасте. Привет, путешественник. Надо тебе уже соскучились. Как дела у тебя? Хорошо. Идем, карту покажу. Я принес тебе. Давайте пакет. Спасибо. Как мальчик? Очень хороший. Не думала, что мне понравится нянчиться с ребенком. Переключилась. Практически перестала думать о вербине. Да я же никогда не оставалась одна. Так, может, еще не конец? Он же для себя уже все решил. У него теперь ребенок, будет семья. Ну, и потом, судя по тому, что я еду на развод, это конец, Оля. Конец. Ладно. Я поехала. Удачи. А вряд ли она мне поможет. Саня. Пока. Пока, Айон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Мой клиент, господин Вербинин, оставляет госпоже Вербининой дом общей площадью 600 квадратных. Слушайте, все уже прекрасно знают, кто, что, кому оставлять. Давайте мы быстренько подпишем бумаги, и я и счастливый папаша отправятся по своим делам. Все, всех устраивает. Бен? Бен? Ген. Я так понимаю, что никаких претензий к этому соглашению по разделу имущества у обоих сторон нет? Меня все устраивает. У меня тем более. Ну вот, с этой минуты вы официально свободные люди. Да, и еще. Мой клиент, господин Вербинин, желает довести до сведения госпожи Вербининой, что он сменил номер телефона. И надеется, что впредь госпожа Вербинина не станет его беспокоить. Если же такая необходимость все же возникнет, госпоже Вербининой следует обратиться к доверенному лицу господина Вербинина, то есть ко мне. Пьян? Разберусь с документами, перезвоню. Хорошо. Тебя подвезти? Да нет, мне здесь что-то за эти подъем. Артем! Мы можем поговорить с тобой? Минутку. Алена Сергеевна, мы ведь только что с вами договорились. Ладно, Алена, я разберусь. Это последний раз. Неужели все это только из-за того, что я не могу иметь детей? Да. Ты знаешь, как для меня это важно. Помнишь, как я хотел ребенка, а ты сделал аборт? Светская жизнь интереснее, чем быть мамой. Я простил тебя и потерял 10 лет. Я здоровый, нормальный мужик, мне 40 лет. Я хочу детей от женщины, которую люблю. Тебя я люблю очень долго. Пока не понял, что ты даже не представляешь, какого масштаба нашей проблемы. А проблема очень велика. Ты никогда не будешь матерью, а я никогда не буду. Да успокойся ты. У тебя ребенок на подходе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кардиомониторы дорого, наверное? Не дешево. Родители нашей подопечной купили на средства, собранные для лечения. А когда она вылечится, то все это просто заберет в больницу? Умерла девочка. А сумму собрали немалую и вместе решили на эти деньги аппаратуру купить. Любая больница будет рада. По каким критериям выбирается больница? Нужда, главный критерий. Ну, конкретно эти коробки поедут в медцентр Толокнова. Он Надю взял на лечение. Все, можно закрывать. Спасибо большое. Как там, Надя? Плохо. А что у нее? Может, я могу чем-то помочь? Вы здесь помогаете, а там... там другие люди делают все, что возможно. Я позову ребят. Спасибо. Сашка. Привет. Ты как? Алена, я мультики смотрю. Здорово. А я тоже люблю мультики смотреть. Только на большом экране. Как это? Хочешь, я тебе покажу? Я вот только сейчас с тетей Олей поговорю и приду к тебе, ладно? Привет. Привет. Как развод? Ну, отлично. Развелась? Давай не будем об этом, ладно? А как мама Сашки? У нее была остановка сердца, Алена. Подожди, а если ей будет совсем плохо, то Сашка куда? Будем искать хороший детдом. Оль, я возьму парня погулять? Ну, по городу, он тут скучный. Ну, поезжайте. Сашка, пойдем в мультики смотреть на большом экране. Я хочу тебе кое-что показать. Ну, давай. Да, очень смешно. Смеюшки. Любая больница будет рада. А по каким критериям выбирается больница? Ну, нужда главный критерий. Но конкретно эти коробки поедут в медцентр Толокнового. Он Надю взял на лечение. М-да. Ладно, посмотрим. Что-то в Толокнов. Оль, ты можешь делать все, что угодно. Не хочу ставить крест на этой девочке, но у нее дилитационная картиомиопатия. Здесь нужна только трансплантация. Тогда что по факту? По факту девочка умирает. Нужен донор, причем срочно. Сердце держится на препаратах. Один раз оно остановилось, мы его завели. Остановится еще раз. Можем не завести донор, Оля. Нужен донор. Как быстро находит сердце. Оль, ты понимаешь, что это сердце? Ты понимаешь, что это не может быть быстро? Это не может быть быстро. К тому же еще и четвертая группа крови у Нади. Ну, это полный набор. Оль, ты подготовь пока Надю. И позже зайду и все ей объясню. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok